Всем привет, дорогие друзья! Это Сова. Продолжаем играть в Plague Incorporated. В прошлой серии с горем пополам мы сумели всё-таки зомбифицировать планету. Это было непросто. Самое сложное задание из тех, с которым мы сталкивались. Но и сегодня у нас будет нановирус. Микромашины со встроенными аварийными выключателями. Очень интересно. Сейчас посмотрим, что это такое. Так, мимикрия в одиночной игре. Так, что у нас тут есть? Быстрый старт хочу. Так, мимикрия. Болезнь труднее вылечить. Допустим, уменьшает вероятность мутации. Я хочу повышение вероятности мутации. Хочу прям. Прям хочу, хочу. Ускоряет распространение болезни по суше хочу. Так, стоимость отката не увеличивается. Либо при откате возвращаются больше очков ДНК. Я хочу возвращение на случай, если мало ли, блин, что случится. Давайте как-то вот так вот. Так, PAX 12. Ну, нет, конечно. Так, это у нас нано-роботы. Так, Илон Маск будет называться. Илон... Илон Макс. Отлично. Илон Макс точно. Вот, великолепно. То, что случайно получилось, так оно и нужно. Так, традиционно Илон Макс у нас же в США. Так, болезнь Илон Макс заразила первого человека, но она еще слишком слаба. Ну, это понятно. Илон Макс еще только ребенок, дитя. Про факту. Так, нано-вирус. Так, что у нас с нано-вирусами? Пути передачи стандартные. Симптомы стандартные. Умения нестандартные. Так, что это такое? Взламывает фрагмент трансляции лекарства и нарушает передачу сигнала, что замедляет воздействие трансляции. Ни хрена не понятно. Так, происходит изоляция аварийных выключателей путем стабилизации активной генетической защиты, из-за чего замедляется воздействие трансляции. То есть, типа, их можно отключить. Да, то есть, типа, их можно отключить и тем самым сделать так, чтобы они нас не отключали. То есть, лечение здесь выглядит как отключение. Получается так. Ну, ладно. В смысле, начата работа над лекарством? Какого хера? Не понял. Расшифрован ДНК на навилу. Вы что там, с ума сошли, что ли? Так, 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 стоять. Так, снижаем это говно. Это что такое вообще? Эй, 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 эй. Почему Илон Макс уже сосредоточен? Вы охренели, что ли? Какого хера? Так, уже 21%. Мы только начали, с ума сошли, что ли? Это что такое вообще? Так, лекарство нарушает передачу сигнала, замедляет возведение трансляции. Так. Замедляется воздействие трансляции. Эй, хорош. А может, его можно вообще закрыть? Или мы, типа, должны постоянно его отменять? То есть, в этом и фишка. При этом заражаем боленство. Так. Геном болезни Илон Макс полностью исследован. Сотрудники говорят, что достижение поможет создать вакцину. Воу-воу-воу-воу. Так. Полностью исследований. Да идите в жопу. Что так просто-то все? У вас произучилось на 25% уже исследовали лекарства. Охренеть. Так. Стоять. Стоять, черти. Так. Что с этим делать? Так. Ладно. Эта херня у нас будет откат. То есть, у нас нет времени вообще. У нас вообще нет времени. Так. Ладно. Раз у нас урбанизированный город, тогда давайте по-быстренькому. Давайте по-быстренькому. Так. Мы вообще тупить не можем. Здесь нам надо... Так. Мы мутировали. Это зашибись, конечно. То, что мы мутировали, это зашибись. Но они тут прямо исследуют. Уже 40% лекарства сделали. Так. Это будет, видать, не очень просто. Прям вообще не просто. Так. Сотни людей. Это зашибись. Конечно, заразил сотни людей. Но нам нужно тогда вот такую штуку. Так. Нам бы что-нибудь с расшифровкой ДНК тогда бы взять. Так. Ну, как раз. Давайте замедлим расшифровочку ДНК. А то вы что-то слишком ускорились, я смотрю, ребятки. Блин, 50% уже, охренеть. Так. Это так и должно быть? Почему меня так быстро нашли? 55%? Да. Илон Макс, конечно, заражает людей тысячами. Но... Ну, что так быстро? Что так быстро они делают лекарства? США, Канад, Центральная Европа. А какого хрена? Они даже не заразились еще. Так. Это уже 10 очков. Это уже 14. Так. Пересобрать цепочку ДНК пока? Ладно, давайте пересоберем. То есть это постоянная гонка со временем, типа. Ага. Так. Илон Макс у нас мутировал. Это прекрасно. Прекрасно. Так. Вон у нас там зараженный кораблик первый приплыл. Так. Еще мы кое-кого заразили. Так. Все больше странно. Но 68% уже есть. 69. Так. Хорошо. Не знаю даже, что еще сделать-то. Так. Ну, вообще нам надо 17 очков для того, чтобы в жарких странах выживать. Хотя мы и так выживаем нормально. Ну, его нахрен. Да. Наверное, не будем мы пока, короче, ничего делать с этим. Так. Заражаем. Заражаем. Ну, надо что-то, блин, такое. Замедляет воздействие трансляции. Так. Ну, допустим. Так. Вот мы немножко откатились. Так. Есть такое дело. Так. Заразили, заразили, заразили. Так. Заразили, заразили, заразили. Надо, блин, их как-то начинать убивать уже. А то они слишком быстренько как-то поперли в бой. Хотя уже не так быстро. Уже помедленней. Ну-ка, давайте-ка мы... А, так, подожди. Становится невосприимчивым к лечению на несколько недель. Но вирус слабеет в долгосрочной перспективе. А, то есть несколько недель я могу заблокировать такую вещь. Так. Давайте-ка мы тогда возьмем жаркие страны пока что. Чтоб у нас было повеселее с распространением. Я понял. Если что, мы можем его заблочить. Так. Пошла жара. Понеслась моча по трубам. Так. Давайте мы тогда... А, ну, в принципе, сильно подзамечен. Замедлился-то, кстати. А, развитие у нас пошло нормально. Так. О, отлично. Еще две страны у нас гикнулось. Новый метр стерилизации на кораблях. Ну и хрен с ними, с кораблями. Ну, хотя как хрен с ними. Не хрен с ними. Нам надо заразить, блин, Гренландию. А у них только порты. Так, 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 так. Это мы все заражаем. Хорошо. 79 процентов. Так. Что у нас тут еще? Давайте. Так. Еще такую штуку забахаем. Так. Еще замедление. 81 процент. Так. Потихонечку мы тут начали выковыривать очаги сопротивления. Так. Так, повысился уровень угрозы. 83. Если мы сделаем одновременно себя страшными и на несколько недель заблокируем... Блин, на несколько недель точно ни о чем. Заразность повышается в несколько недель из-за перегрузки его репликаторов, но потом падает. Так. Давайте сделаем себе повышение. После чего мне нужны какие-нибудь адские симптомы. В городах с высокой плотностью населения. Заражение при поцелуях. Значительно увеличит количество инфицируемых. Мутация может быть смертельная. Катастрофический некроз клеток. Не знаю. Так. К улучшению распространения болезни. Менее продуктивными. Так. Давайте пока вот так. Перегрузка репликатора. Так. Подтверждено в стране Германии 83 процента. Еще мы кое-что сможем там пересобрать за недорого, по идее. Так. Перегрузка репликаторов. Так. У нас есть вон Гренландия, которая вообще ни хрена заражаться не хочет. И как нам ее заразить, Гренландию? Нам придется сделать передачу по воде второго уровня. Иначе Гренландия у нас останется. Да и вообще острова у нас прекрасно себя чувствуют. Так. Мне нужны зараженные корабли. Так. Синие пузыречки. Синие пузыречки пошли. Так. Есть такое дело. И 89 процентов. Так. Вот у нас и Гренландия подоспела. Может быть, авось и другие острова сейчас подоспеют. 91 процент. Так. Давайте-ка мы еще разочек пересоберем себе сборочку. Так. Откатимся на 85 процентов для начала. Так. В Ливии люди умирают быстрее, чем заражаются. Так. Нам нужно распространение в жарком климате лучше. В таком случае. Так. И, наверное, в аграрных странах. Нам нужно пути передачи через овец побольше. И по воздуху. Так. Синдром мутировал. Аллергию сам по себе. Это хорошо. Так. Гренландия у нас начинает покрываться медным тазом. Кто у нас еще не заражен? Все заражены. Так. Тогда нормально. Так. 91 процент. Так. Это у нас готово. Отлично. Карибы что-то там делают. Так. Швеция. Так. Ну, в принципе, Швеция у нас осталась поход последней страной, в которой еще все хорошо. Фиброз легких мутировал. Так. Заражение поперлось семимильными шагами. 95 процентов от Илона Макса. Все. Последний человек заразился Илоном Максом. Но проблема в том, что смертность очень низкая. Заразиться-то он заразился, конечно. Но нам тогда надо будет еще больше времени на разработку. Вирус слабее в долгосрочной перспективе. Ну, давайте сделаем. А это что у нас? Частичный взлом кода снижает... Ага. Так. Мы полностью изолировали себя от этого. Теперь нам надо стать очень сильно смертельным. Быстро причем. Так. Быструю смерть. Иногда смерть очень трудно вылечить. Чаще всего фатально. Но теперь тут особо ничего не сделаешь. Так. Трудно лечить. Возможно, фатальные исходы. То, что надо. Так. Сейчас. Нас пока лечить не смогут сейчас, по идее. Теперь нам надо очень быстро... Очень быстро всех угробить. Так. В Канаде начинается разруха. Так. Погибло больше людей, чем от Оспы. Так. Это мы пока блокируем. Мы, в принципе, сильно фатальные. Так. Вон, мы уже ярд загубили. По идее, они не должны успеть. Пуньк. Ну да. Вряд ли они что-то успеют. Так. Все. Зимбабвы конец. Зимбабвы конец. Отек легких мутировал. Ну да. Все. Нановирус у нас. Сейчас всех загубит. Пам-пам-пам-пам. Да. Последние остатки человечества. Это интересно. Здесь прям не дает времени на развитие вообще. Бросает сразу в бой. Так. Что там у нас следующее откроется? Сейчас пойдем посмотрим. Хотя, ну ладно. Не, 8 процентов. 20 миллионов человек уже не успеют ничего сделать. Однозначно. Тем более 7. Тем более 5. Тем более 3. Тем более 2. Тем более 1. Тем более 900 тысяч. Тем более 600. Все. Болезнь Илон Макс уничтожил всех. Пункт Победа. Илон Макс успешно уничтожил всю жизнь на Земле. Так. Давайте посмотрим, как это было. Было это довольно быстро. Всего 986 дней понравилось. Понадобилось Илону Максу. Для того, чтобы всех убить. Мой нановирус, названный Илон Макс, только что стер с лица Земли человечеству за 986 дней. Да, не завидна судьба. Но здесь нам пришлось очень быстро развиваться. Потому что человечество уже сразу начало поиски и лечения нашего прекрасного вируса Илон Макс. Поэтому нам пришлось действовать очень активно. Захватывать быстрые регионы. Потом мы пошли в северные. Потом мы пошли активно в южные районы. У нас осталось только неинфицированные корабли. Но мы инфицировали их. После чего пошли инфицировать Гренландию. И вообще все стерло с лица Земли. И осталась у нас последняя Швеция. Которая рано или поздно тоже должна была сгинуть. Она, собственно, и сгинула. Такие вот дела. Так, ладно. Что у нас дальше? Давайте посмотрим. В следующей серии у нас кто будет? Так, биооружие. Так, биооружие. Смертоносный патоген, убивающий все на своем пути. Звучит чертовски круто. Завтра мы за него поиграем. Спасибо, ребят, за внимание. Удачи и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин